ПЕСНЯ Жили-были бабка с дедом. Щи пустые за обедом ели с хлебной украюшкой, А пирог или там ватрушка, это было больно сладко, Даже чай и то в приглядку. Но однажды, во субботу, дед услышал сквозь дремоту Голос бабки с изумлением. На святое воскресенье испеку я, колобок, Поищу муки чуток, по сусекам помету, Что-нибудь изобрету. Появился колобок, прыгнул прямо на шесток, По скребенной по сусекам, стал почти что человеком. Бабка с дедом в удивленье, колобка услышав пенье. Колобок я, колобок, колобок румяный бок, Посадите на окошко, остужусь-ка я немножко. А проветрился он в болю, захотел бежать на волю, Мир увидеть захотел, хлебный надоел удел. Покатился, покатился, за ворота закатился, По дорожке правиком, где с разгона, где катком. Но не все уж ему катиться, надо и остановиться. Для истории начала вскоре заяца повстречал он. Тот был с детства не приучен упускать удачный случай. На его дороге сел. Я б тебя, приятель, съел! Но не струсил колобок, спел про свой румяный бок И сказал еще из устно. Я же не пирог капустный, не морковный каравай, Зря ты рта не разевай! Где в дороге поворот? Есть огромный огород. Там всего не видел свет, и, кажется, охраны нет. Заяц про него забыл, колобка же след простыл. И опять, опять дорога, впечатлений, скажем, много, Но, чтоб всех их записать, надо в толстую тетрадь. Вдруг пред ним свирепый волк. Страшно клацает зубами, и в глазах, как будто пламя, Переливчато горит. К колобку он говорит. Стой! Тебя я проглочу! Есть давно уже хочу! Колобок не оробел, Прыгнул на пенек, Запел. Колобок я, колобок, Колобок румяный бок, Посадите на окошко, Остужусь-ка я немножко. И он волку рассказал, Как из дома убежал, Как он зайца повстречал, А про волчий аппетит Эдак хитро говорит. Но какая ж я еда, Погляди-ка ты сюда! Ни жиров, ни сдобы нет, Скудный, толщенький обед. И пока в раздумье волк Был и не был колобок, А тропинка вдаль бежит, Встречи новые сулит. И бывает всякое чудо, Появился неоткуда, Разве тут не оробеть, Словно тучища, Медведь. Солнце красное закрыл, Колобка остановил. Ты куда бежишь, пирог? Что, малина или творог В брюхе спрятанный твоем? Это сейчас мы разберем. Ай, ты, может, на меду? Я ведь в нонешнем году Меда сладкого не ел. Хорошо, что ты приспел. Колобку не страшен зверь, Отвечает он. Поверь, нет духмяности во мне, Хоть прожарен на огне. Я на саже сотворен, По сусекам поскребен, И какой там сладкий мед, Горький я, наоборот. И пока медведь сопел, Испарился наш пострел. Снова путая следы, Убежал он от беды. Сказка, жаль, не бесконечно, И удача-то не вечна. Очень Колобок устал, На себя он намотал Столько тропок и дорог, Запылил румяный бок. Пригорюнившись, сидит, В лужу зеркало глядит. Да судьбина непроста, В виде лисьего хвоста Показалась впереди. Тут пощады и не жди, Мягко стелит жестко спать, Знает, как себя подать. Это кто же ты такой? Про себя ко мне пропой. Ты, я слышала, хитрец, Уникальнейший певец. Всех ты перепел в лесу, Позабавь меня лесу. Голосок ее медов, Только взгляд ее суров. Тут у Колобка застыла кровь. От лисы удрать задача, Может быть, и неудача. Лисий взгляд манит, манит, И приблизится велит. Заколдован Колобок, Будет съеден его бок. Вдруг лиса хвостом вильнула И презрительно Чихнула. Эй ты, грязный чумозай, Мне на нос не залезай, Сказка съесть тебя велит. Но пропал весь аппетит, Как увидела вблизи, Ты же в дорожной весь в грязи. Вдруг заразу подхвачу, Помереть я не хочу. Отвернула нос лиса, Ну и чудо-чудеса. Видимо, теперь не нужен Колобок лисе на ужин. Вот и сказочке конец. А кто слушал, Молодец! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok